о чем сегодня хотелось бы мне поболтать об ураганах совсем недавно ураган разрушил флориду более 1 миллиона человек были эвакуированы и значительная часть региона осталась без электричества для штата последствия катастрофические особенно для прибрежных районов диснейленд был закрыт все это ураган милтон он там навел шороху а мэр там по 3 по величине города флориды предупредила что ураган мог стать сильнейшим за последние 100 лет на штат обрушились проливные дожди и штормовые ветры сильнейшие наводнения все это было не только у побережья но и в целом в глубине штата у берегов волны достигали 3-4 метров было эвакуировано даже четыре с половиной тысяч заключенных безопасные зоны и военная авиабаза а в новинку ли вообще слышать о таких страшных ураганах в сша или они бывали и раньше давайте-ка копнем поглубже я бывал в америке много раз во флориде тоже вообще даже просто учитывая подготовку системы оповещения и так далее и тому подобное логично что это не первый ураган в америке американцы заготовили 20 миллионов порции еды и 40 миллионов литров воды для доставки в пострадавшие районы кто поднят на уши городские морские поисково-спасательные команды медицинские подразделения временные силовые группы из армейского корпуса сша инженеры и специалисты по утилизации отходов есть и такие специалисты в америке национальная океаническая и атмосферная ассоциация а в америке есть такие ассоциации присвоила урагану наивысшую пятую категорию что это за категории такие порыв ветра достигает не менее 252 километров в час думаю надо объяснить что такое категории урагана в целом их 5 первая категория ветер от 119 до 153 километров в час небольшие повреждения здания и деревьев и линии электропередач категория 2 ветер от 154 до 177 километров в час значительные повреждения крыш и окон отключение электричества третья категория ветер от 178 до 208 километров в час разрушительные ураганы срывающие крыши и приводящие к серьезным наводнениям четвертая категория ветер от 209 до 251 километров в час катастрофические разрушения зданий затопление прибрежных зон пятая категория ветер более 252 километров в час полное разрушение зданий массовой эвакуации опасность для жизни вообще флорида один из наиболее уязвимых штатов сша перед ураганами из-за своего географического положения и климатических особенностей этот регион регулярно сталкивается с мощными штормами которые наносят огромный ущерб давайте разберемся почему ураганы здесь так часто почему не по всей америке почему где-то есть они где-то их нет кого их последствия и что ожидать в будущем ураганы вообще формируется над теплыми водами атлантического океана и карибского моря где температура воды превышает 26 градусов теплый воздух над океаном поднимается создавая области низкого давления вокруг которых начинают формироваться вращающиеся ветра при достаточной силе этот процесс порождает тропический циклон который может развиться в ураган флорида находится в зоне где атлантические тропические циклоны образуются наиболее часто особенно в период с июня по ноябрь теплая вода и влажный тропический климат способствует их усилению по мере движения к побережью как часто случается ураган наиболее активным сезоном ураганов во флориде является период с июня по ноябрь и которого приходится на август и сентябрь в среднем раз в три года флориду поражает мощный ураган категории 3 и выше хотя штормы случаются ежегодно их интенсивность и последствия могут сильно варьироваться некоторые ураганы лишь касаются побережья штата не нанося серьезных повреждений однако в истории флориды было немало разрушительных катастроф последствия ураганов они могут быть ужасными они приносят сильные ветры наводнения штормовые приливы торнадо разрушения домов затопления улиц перебои в электроэнергии массовой эвакуации ущерб от ураганов исчисляется миллиардами долларов восстановление инфраструктуры может занимать месяцы а то и годы я как-то приезжал во флориду и видел перевернуты дома вот так просто и брошенные оставлены хотя уже было несколько месяцев с момента как ураган прошел во сколько обходятся все эти ураганы америки один такой ураган наносит ущерба на 20-30 миллиардов долларов для понимания вот сейчас недавно прошедшая олимпиада в париже обошлась в 8 миллиардов долларов ураган ян который прошел в сентябре 2022 года с интенсивностью категории 4 был самым дорогостоящим ураганом в истории флориды и третьим по величине в истории соединенных штатов более 112 миллиардов долларов ущерба а потом он долбанул по западу кубы вызвав масштабные разрушения и потерю электричества на всем острове еще раз к последствиям разрушенные дома и дороги отключение электричества на несколько недель экономические потери в сельском хозяйстве и туризме потери жизни к сожалению но что же делают американцы как они готовятся если надвигается что заколачивают окна и двери и обкладывают стены по периметру мешками с песком не понимаю зачем это делать если крышу все равно оторвет стены в америке во многих домах делаются из деревяшек особенно на юге поэтому ураган просто может разорвать все это в щепки да и сами синоптики отмечают что все эти меры скорее для самоуспокоения потому что от урагана все это не спасает одним из самых разрушительных последствий является наводнение особенно в прибрежных районов где ураганы поднимают уровень моря на несколько метров выше нормы что ждет флориду в будущем американские ученые сразу же провели исследования милтона собственно говоря и в очередной раз они ссылаются на медленный нагрев планеты если бы не вызванная человеком глобальное потепление климата то скорость ветра внутри урагана было бы ниже примерно на 20 километров в час а еще ураган принес на 10 процентов больше осадков чем могло бы быть без глобального потепления в будущем опасность возникновения ураганов не только сохраняется но может усилиться изменение климата приводит к повышению температуры океанов что способствует образованию более сильных и частых штормов модель изменения климата также предсказывает увеличение количества ураганов категории 4 и 5 то есть они будут более сильными соответственно больше разрушений а вот в тех же эмиратах наоборот вызывают дожди вот недавно до вызывались это же делал видео когда там было наводнение и вода стояла по пояс давайте-ка с вами посмотрим какие были самые опасные ураганы за последние сто лет ураган майами 1926 год разрушил большую часть майами причинив многомиллионный ущерб он остается одним из самых смертоносных в истории флориды ураганы андрю 1992 год обрушился на южную часть флориды как ураган категории 5 разрушил тысячи домов оставил сотни тысяч людей без крови ураган чарли 2004 год один из самых быстрых и интенсивных ураганов нанес серьезный урон городам на западном побережье флориды ураган майкл 2018 год категория 5 оставил после себя катастрофические разрушения на побережье мексиканского залива ураган ян о котором я только что сказал сильные наводнения разрушения особенно в юго-западной части флориды он же и самый дорогой для америки можно ли бороться с ураганами к сожалению предотвратить возникновение ураганов невозможно можно минимизировать их последствия флорида активно работает над созданием систем раннего предупреждения на модернизации инфраструктуры и улучшением планов эвакуации современные здания флориды строится с учетом ураганных стандартов но я заметил это не везде если честно есть здания которые могут выдержать ветры до 200 километров в час разрабатывается четкие планы эвакуации это помогает спасти жизни быстро перемещать людей из опасных зон современные метеорологические системы позволяют предсказывать путь урагана за несколько дней что воздает возможность подготовиться защита побережья искусственные дамбы и барьеры помогают уменьшить последствия штормовых приливов при этом ураган эта часть жизни во флориде и жители этого штата уже давно научились справляться с их последствиями однако с изменением климата угрозы только возрастают поэтому важно помнить об осторожности следовать предупреждением и готовиться к возможным катастрофам вот такой вот у нас пессимистичный видеоролик но что есть то есть